Ну что же, дорогие друзья, мы вновь в нашей студии. Марина Геств, Степан Оресьев, это программа «Наше утро». Тема нашего эфира сегодня звучит так – «Хочу все знать». И сейчас мы хотим, чтобы вы знали об одном новшестве. Да, электронный больничный лист – это актуальная тема в наше время. Однако с внедрением нового документа возникает много вопросов. Например, вот как действует система электронного документа оборота с больничными листами? Как правильно оформлять и учитывать электронные больничные листы? Об этом нам расскажет наш гость Елена Николаева, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством Фонда социального страхования. Доброе утро, Елена Викторовна. Доброе утро. Расскажите, что такое электронный больничный лист или лист нетрудоспособности? Электронный листок нетрудоспособности успешно действует на территории Челябинской области уже 2,5 года. Это электронный документ, сформированный в специализированной информационной системе Фонда социального страхования, подписанный электронными квалифицированными подписями должностных лиц медицинской организации и имеющий равную юридическую силу с бумажным документом. То есть это тот же самый листок нетрудоспособности, к которому вы привыкли в бумажном виде, только он в электронном. У вас на руках бумаги нет. И вот исключение бумаги всегда упрощает весь документооборот. А как им пользоваться? Я просто скидываю ссылку, да? Ну тебе, наверное, на работу сам приходит, правильно? Да. Пациент получает от врача в медицинской организации только номер электронного листка, который он удобным для него способом по телефону, по электронной почте, лично сообщает своему работодателю. И работодатель по этому номеру находит его в информационной системе фонда, к которой он тоже подключен. Ну смотрите, на сегодняшний день ведь не все еще медицинские организации формируют вот этот вот больничный электронный. На сегодняшний день у нас все муниципальные и государственные медицинские организации имеют возможность и активно выдают электронные листки. А частные клиники? И частные клиники. Более 50 частных клиник на сегодняшний день уже также оформляют листки нетрудоспособности в электронном виде. Это такие крупные, которые на слуху у нас, Медиор, Полимедика, Лотос, они все выдают медицинский центр ЧТПЗ, это Магнитогорские частные клиники, семейный доктор, то есть очень много. И поэтому на сегодняшний день уже получение электронного листка зависит от активности самого пациента. Если он скажет врачу, что мне нужен электронный листок, то на сегодняшний день отказа он практически нигде не получает. А в чем все-таки основное преимущество? Да, вот для человека чем удобен? Ну понятно, что бумага, да? Да, понятно, что... Лишняя бумага, которая может заваляться. Ну главное все-таки преимущество электронного листка, это то, что его невозможно потерять, его невозможно испортить, его невозможно подделать, что тоже очень важно для страхователя. То есть если он получает электронный листок, он может не сомневаться, что это листок подлинный, в отличие от бумажного, которые до сих пор все-таки у нас хоть в небольших количествах, но поддельные мы выявляем. Во-вторых, упрощение документа оборота ведет к тому, что медицинской организации не нужно обеспечивать у себя места хранения этих листков. Это же бланки строгой, да-да-да, актерской отчетности, это сейфы, это решетки, это железные двери и так далее. Страхователю не нужно волноваться, что у него потоп, пожар, эти листки он утратит, и фонд не возместит ему деньги за это. Ну и плюс ко всему, переход на прямые выплаты, который произойдет в Челябинской области с 1 января 2021 года, когда фонд напрямую будет выплачивать все пособия, в том числе и по временной нетрудоспособности, сразу гражданину, а не через работодателя, приведет к тому, что страхователь будет вынужден работать только с электронными листками, потому что представьте, насколько бухгалтеру легче сформировать реестр для оплаты фонд из электронных листков, когда он просто нажмет кнопку и программа сама автоматически все сформирует, чем переносить в этот реестр, все данные из бумажных бланков набивать вручную. Понятно, что здесь, во-первых, это тяжелая достаточно работа, во-вторых, здесь не исключены ошибки, а любая ошибка приведет к тому, что фонд этот реестр вернет обратно, и человек будет дожидаться пособия гораздо дольше положенного времени. Поэтому за бумажными листками, в общем-то, прошлое, а за электронными будущее. А вот некоторые скажут, знаем мы ваши электронные, файлы удалятся, сохранятся, взломают. А вот у меня бумажка, с ней ничего никогда не случится. Значит, ничего не случится и с электронным листком. Электронные листки все хранятся в серверах фонда социального страхования. Эта база, она надежно защищена. Все персональные данные хранятся в соответствии со всеми требованиями законодательства, и никогда с ними ничего не произойдет. То есть, если вы даже потеряли номер листка, вы его можете восстановить в больнице, вы можете позвонить в фонд социального страхования, и мы тоже найдем вам ваш номер электронного листка. То есть, никаких проблем с получением пособия по электронным листкам у пациента никогда не возникнет. Современно, удобно, технологично. В ногу со временем, что называется. Очень удобно, я бы даже добавила. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Дорогие друзья, я напомню, что в гостях у нас была Елена Николаева, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Фонда социального страхования. Ну, а далее у нас такой социальный эксперимент. Мы решили проверить знание английского языка у наших горожан. Давайте посмотрим, что из этого получилось.